МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 14 января 1987 года в здание Генеральной прокуратуры приехал досрочно отправленный на пенсию генерал-полковник МВД. Его пригласил на разговор начальник следственной части. Едва мужчина зашел в кабинет главного следователя Советского Союза Германа Каракозова, как ему объявили, вы арестованы. Сказали, пишите явку с повинной. Это был громкий под стать происходящим в стране изменением судебный процесс. На скамье подсудимых Юрий Чурбанов. А Чурбанов, это вот который женился на Гале Брежнева, это который зять, так ему и надо. Как рядовой милиционер оказался на вершине власти? Не подстроено ли это, ну, специально, чтобы познакомить, там, поженить и так далее? Почему некогда один из влиятельнейших людей в СССР угодил за решетку? Галя практически продала всю его форму, приехала даже в небо, что было Одесса. Что это было на самом деле? Справедливое возмездие или чья-то месть? Добрый вечер! Дорогие товарищи! Сразу после ареста с Юрия Чурбанова сняли галстук, подтяжки, шнурки и дорогие часы. На первый допрос арестованный генерал-полковник отправился, придерживая руками спадающие брюки. Ему предъявили обвинение в многочисленных взятках. Потом в мемуарах он напишет, хорошо, что был в гражданском, не в форме, а то могли бы, пожалуй, погоны сорвать. Вот так в 1987 году был низвергнут могущественный первый заместитель министра внутренних дел, зять Брежнева Юрий Чурбанов. Человек, взлетевший на вершину власти и упавший оттуда в тюремные казематы. Его обвинили в получении астрономических взяток и даже связях с мафией. Муж Галины Брежневой оказался в одном шаге от высшей меры наказания. Но кем он был на самом деле? Баловнем судьбы? Чиновником, потерявшим страх и совесть? Человеком, поверившим в свою безнаказанность? Или оклеветанной жертвой обстоятельств? 1987 год. Расцвет перестройки. Наконец-то, вроде как, эпоха застоя закончилась, и вот мы все понимали, что что-то надо делать. Ну вот, наконец-то, сейчас, молодой. Вашингтон, 8 декабря 1987 года. Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписывают в Вашингтоне договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Не допустить войны, особенно я, не допустить. Забрежжила надежда, что можно жить иначе, что страна может развиваться иначе, что она может получить мощнейший рывок, интеллектуальный, промышленный, экономический, политический рывок. Мы стали дружить со всем миром. Международному женскому дню в тот год приурочили выход немецкого журнала «Бурда моден». Он стал первым европейским журналом в СССР. Там же были какие выкройки. Там по этому ликалу можно было все срисовать, сделать просто самому эту выкройку, сшить, и у тебя появлялся новый модный наряд. Среди политической печати в дефиците московские новости. Со страниц прессы люди узнают о порохах общества и власти. Вот они до этого не знали ничего о советской элите, о Брежневе. А сейчас, значит, во всех журналах, газетах, на телевидении должны были появиться разоблачительные публикации по поводу того, как эта элита жила, жировала. Кульминацией этих разоблачений стали показанные по телевидению кадры суда над Юрием Чурбановым. Таких высокопоставленных подсудимых страна прежде не видела. Почти все газеты об этом процессе писали, что само по себе для Советского Союза было в достаточной степени необычно. Ничто не предвещало Юрию Чурбанову головокружительной карьеры. Он родился в семье средней руки номенкватурного работника. Отец возглавлял Тимирязевский райисполком столицы. В школе Чурбанов особым прилежанием и способностями не отличался. После ПТУ работал на заводе слесарем и секретарем в комсомольской организации. Именно благодаря комсомолу Чурбанов познакомился с сыном министра внутренних дел Игорем Щелоковым, работавшим в ЦК ВЛКСМ. Игорь Щелоков, сын министра, знакомый с ним, подвел его к министру на каком-то мероприятии и говорит, вот надо бы устроить хорошего парня на работу. И его взяли в МВД. Так вчерашний слесарь и комсомолец Юрий Чурбанов попал в органы правопорядка и стал служить политработником в системе исправительно-трудовых учреждений. Что такое замполит на войсках, которые занимаются охраной заключенных? Коммунист, который подкован, знаете, работал у Владимира Ильича чуть-чуть, Маркса, Энгельса. За 10 лет он дослужится до подполковника МВД. Неплохо для, в общем-то, случайного человека в структуре правоохранительных органов. Это не тот карьерист, который все ради того, чтобы достичь какую-то должность, все будет сметать на своем пути. Нет. Юра, мне кажется, он не был таким. Непыльная работенка, тихий семейный быт, у Чурбанова были жена и двое детей. Казалось, жизнь расписана до горизонта. Но все радикально изменило случайное знакомство в ресторане «Дома архитектора» в 1971-м. Праздновали Старый Новый год. В ресторане за одним из столиков Чурбанов заметил хорошо ему знакомого Игоря Щелокова. Сына министра внутренних дел. В ту пору заведующего международным отделом ЦК Комсомола. Тот вечер Игорь Щелоков проводил в шумной кампании за двумя сдвинутыми столиками. Среди гостей Чурбанов увидел Галину Брежневу. Их познакомили. Чурбанов и Брежнева обменялись телефонами. Через пару дней Галина позвонила ему первой. Так начался роман, который перевернет жизнь скромного милицейского работника. Галине шел 42-й год, Чурбанову было 34. Она была несколько старше, а он был такой молодой, импозантный, я бы сказала, красавец. Он хорошо выглядел. За несколько лет до этого у женатого Чурбанова был короткий роман с дочерью героя Советского Союза Василия Кузнецова, Людмилой. Внимание молодых женщин к статному всегда с иголочки офицеру МВД не оставалось безответным. Несмотря на разницу в возрасте и то, что у молодого подполковника была семья, через три месяца свиданий пара решила пожениться. Галина официально представила Юрия своему отцу как жениха, хотя мог ли генсек к моменту знакомства не быть осведомленным о личном деле кандидата. Конечно, на него уже досье было полное, готово. И Леонид Ильич, конечно, без сомнения, это досье изучил. После двух предыдущих браков Галины этот выбор дочери Леонид Ильич с легким сердцем одобрил. Первым мужем Брежневой был цирковой эквилибрист Евгений Милаев. Они прожили вместе 10 лет, и в этом браке у Галины родилась дочь. Второй брак с молодым иллюзионистом Игорем Кио продлился всего 9 дней. Тайком поженившуюся пару разыскали в Сочи, привезли обратно в Москву и оформили развод. Руководил поиском и возвращением дочери Беглянки в столицу по просьбе Леонида Ильича председатель КГБ «Семичастный». Неудивительно, что после этих и других амурных приключений дочери Брежнев увидел в офицере МВД Чурбанове надежду на то, что Галина, наконец, остепенится. Я потом так в шутку допытывался, не подстроено ли это, ну, специально, чтобы познакомить, там, поженить и так далее. Мне клялись люди, которые участвовали в этой встрече, нет, это все случайно произошло. Семейное положение будущего зятя не смутило Леонида Ильича. Расставшись с прежней супругой, Чурбанов женился на Галине. Вступают в брак граждане Союза Советских Социалистических Республик. Не имей сто баранов, а женись, как Чурбанов. Такая шутка довольно скоро стала гулять среди милицейского начальства с удивлением наблюдавшего за взлетом Брежневского зятя. Вскоре после свадьбы Юрию Чурбанову присвоили звание полковника и назначили заместителем начальника политуправления внутренних войск. А дальше? Дальше звездочки на его погонах стали зажигаться с завидным постоянством. Чурбанов и Брежнев, можно сказать, подружились. У них нашлись общие интересы. Оба с детства были голубятниками. Брежнев увлечения не оставил, на его даче стояла голубятня. Когда Юрий Михайлович вошел в эту семью, появилась вторая голубятня. Он тоже завел голубей. Вот тоже вот они вместе, как говорится, и ходили друг к другу там, когда гуляли. Вот только одной подойдут, только другой голубятни подойдут. Заместитель начальника политуправления внутренних войск Юрий Михайлович Чурбанов через три года после свадьбы пересел в кресло своего шефа. Еще через год Брежнев сделал его заместителем министра внутренних дел. Ему позвонил Брежнев и сказал, тебя назначают замминистра МВД. Тот говорит, да как так? А как к этому отнесутся Щелоков, например? Он говорит, так Щелоков якобы тебе и рекомендовал. Вот так вопрос был закрыт. Став заместителем Щелокова по кадровым вопросам, Чурбанов особо не церемонился с теми, кто в руководстве МВД по каким-либо причинам ему не нравился. Да, чваный, барственный, иногда грубый, неулыбчивый. Да, это все за ним было. Заносчивость кремлевского принца на себе сполна испытал генерал-лейтенант Сергей Крылов, начальник штаба аналитической работы МВД, в котором занимались исследованиями преступного мира и разработкой новых методов борьбы с ним. Чурбанов считал, что Крылов находится в плену каких-то несбыточных для органов внутренних дел фантазий. Неугодного генерала убрали из министерства и сделали начальником Академии МВД. Но и после этого Юрий Чурбанов регулярно вызывал Крылова на ковер и в весьма грубой форме отчитывал за самоуправство кадровую чехарду неуважение к подчиненным. В конце концов, зять Брежнева инициировал в Академии проверку. Крылова обвинили в том, что он якобы забрал из учебного заведения в служебную квартиру два цветных телевизора и мебельный гарнитур. Амбициозный и оскорбленный Крылов 19 апреля 1979 года застрелился в собственном кабинете. Перед смертью Сергей Михайлович Крылов напишет записку. Нет сил жить, как я работал, как горел, как боролся. И чем благороднее была цель, чем вдохновеннее труд, тем больше ненависть власть имущих. Я оплодотворил своим талантом и фантастическим трудом интеллектуальную пустыню органов внутренних дел. И за все это я плачу жизнью. Это мир рабов, холуев и карьеристов. Мало у кого были сомнения, что под карьеристами застрелившийся генерал-лейтенант имел в виду в первую очередь Юрия Чурбанова. Конечно, Чурбанов потом отрицал, что он жил со свету этого Крылова. Но фактически оно так и получилось. Вот тот пример, когда Чурбанов вел себя некомпетентно и занимался вообще не своим делом. Всего через 8 месяцев в руководстве МВД еще одно самоубийство. В сухом некрологии известий напишут. В ночь на 29 декабря скоропостижно скончался первый заместитель министра внутренних дел Виктор Попутин. За этими нейтральными формулировками выстрел в голову. Ходили слухи, будто генерал-лейтенанта очень беспокоило, что на его место метит Чурбанов. Но внук генерала, внимательно изучавший обстоятельства его гибели, это опровергает. По его мнению, причины, скорее всего, следует искать в командировке Виктора Попутина в Афганистан. Попутину была поручена важная политическая миссия, о деталях которой до сих пор известно немного. Можно предполагать, что он должен был каким-то образом определить, как это негромко звучит, дальнейшую политику Советского Союза в отношении Афганистана. Осенью 1979 года в Кабуле происходят драматические события. Свергнутый убит Нур-Мохаммад Тараки. Всего за несколько месяцев до смерти Тараки встречался с Брежневым. Тот предупреждал его о готовящемся заговоре со стороны премьер-министра Амина. Для руководства СССР стало шоком, что несмотря на предостережение, сценарий все-таки реализовался. Афганистан имел стратегическое значение. Эта страна – своего рода ворота в Индию, Иран, Китай и Среднюю Азию. В Политбюро шли жаркие споры. На кого теперь делать ставку? Поддержать получившего власть Амина? Или вмешаться в ситуацию и привести на его место другого афганского политика – Бабрака Кармаля? Попутин после командировки в Афганистан доложил о своем видении ситуации. Стратегия, может, которую он предложил, она не совпала с мнением Политбюро, скажем так. Или совпала частично, или действительно КГБ просто опередило его. Предложил свой вариант развития событий, который был принт, и по которому уже начались фактически какие-то действия. КГБ подозревал Амина в связях с ЦРУ. В Политбюро опасались, что в стране могут появиться база НАТО. В итоге в Москве приняли решение свергнуть Амина. Он был убит во время штурма его дворца спецподразделением КГБ. Это произошло буквально через несколько дней после того, как Виктор Попутин встретился с ним и провел переговоры. Его миссия, она обнулилась. Он же что-то пообещал Амину от лица не себя, от лица Советского Союза. Он же что-то ему сказал, и тот рассчитывал. И получилось так, что по факту дедушка предатель, потому что, ну, Амин-то думал так. О штурме дворца Амина Попутин узнал по линии спецсвязи, когда ехал в служебной машине. Он был настолько поражен и подавлен, что немедленно приказал водителю отвезти его домой в московскую квартиру. К несчастью, там не оказалось никого из родных. Некому было удержать Виктора Семеновича от рокового решения. Выходит, и он, жертва афганской войны, которая в тот момент только набирала обороты. Место Попутина в МВД досталось зятю Брежнева. И он с полной самоотдачей погрузился в работу. Следующей логичной ступенькой в карьерной лестнице виделось министерское кресло. Это понимал и Николай Щелоков. Главным ресурсом в противостоянии с наступающим на пятки Чурбановым у министра была давняя дружба с Леонидом Ильичем. Они с семьей мы дружили, их родственники дружили. Известно, что Брежнев, например, подарил сыну Щелокову на 30-летие Мерседес. Николай Щелоков на посту министра внутренних дел сумел существенно поднять профессионализм и престиж милиции, заметно подорванные в годы Хрущева. С его подачи был снят популярнейший в те годы сериал «Следствие ведут знатоки». Наша служба и опасна, и трудна. Зрители полюбили это кино, хотя, разумеется, понимали, созданные на экране образы милиционеров далеки от реальных. Вот даже шел милиционер по улице, ты думал, дай-ка я лучше перейду на другую сторону, не дай бог. Вот до такой степени доходил. И вот Щелоков решил как-то поднять престиж милиции и сделать вот такой фильм. При Щелокове возникает традиция проводить концерты ко дню милиции. Начинаем первое отделение концерта, посвященного празднованию дня советской милиции. Щелоков не только дружил с представителями интеллигенции, но и слыл ценителям искусства, особенно антикварного. Николай Анисимович питал слабость картинам, скульптурам, старинной мебели и стал постепенно превращать в музей собственную квартиру, якобы полуофициально выкупая ценности, конфискованные у фарцовщиков и спекулянтов. Щелоков открыл филиал номер три универмага московского гарнизона, якобы для обслуживания оперативного состава милиции. Однако о потайном магазинчике не ведал даже вездесущий Чурбанов. В какой-то момент пристрастие Щелокова к антиквариату и прочему, как говорили в те годы, вещизму, станет даже предметом разговора Юрия Чурбанова с шефом КГБ Юрием Андроповым. Мол, надо спасать товарища министра, ставшего на скользкий путь. Андропов и без Чурбанова знал об антикварных увлечениях Щелокова, но не давал ход делу, как он объяснял зятю Брежнева, чтобы не расстраивать Леонида Ильича. Но в чем была истинная причина этой беседы? Бескорыстная забота о чистоте мундира или попытка Юрия Чурбанова устранить Щелокова руками председателя КГБ и самому стать министром? О противостоянии двух силовых ведомств МВД и КГБ ходили легенды. До поры до времени конфликт оставался, что называется, под ковром. Но даже рядовые сотрудники прекрасно знали о вражде Щелокова и Андропова. Было соревнование между этими ведомствами, кто ближе Леониду Ильичу. Ближе был Щелоков. А возможностей друг на друга накапать было больше у Андропова. Но неужели Чурбанов, второй человек в советской милиции, вел свою игру и интриговал против своего начальника и своего министерства? Некоторые историки утверждают, что у зятя Генсека сложились особые доверительные отношения с шефом КГБ. Андропов собирался Щелокова снять, убрать, а Чурбанова поставить на его место. Воздает тот орган, который всегда соперничал с комитетом. В то время, как карьера Чурбанова уверенно шла вверх, личная жизнь с Галиной Брежневой катилась под откос. Несколько лет они являли собой счастливую семью. Мы с мамой любили ходить в Большой театр. Ну вот я как-то помню, однажды задерживалась очень сильно начало спектакля, и никто не мог никак понять, почему. Почему пять, десять минут уже шум в зале, и потом такой вот прошелся по портеру такой ветерок, шелест, и все головы повернулись к входу. Вошла Галина Леонидовна вместе со своим супругом Юрием Михайловичем Чурбановым. Они немножко припозднились. Ну, может быть, в буфете посидели. Поэтому спектакль задерживался, их все ждали. Однако за внешним благополучием украшенного медалями Чурбанова и бриллиантами Брежневой скрывались два разочаровавшихся человека. Давала о себе знать разница в возрасте и основа этого брака, в котором изначально любви было меньше, чем расчета. Супруги охладели друг другу и потеряли всякое уважение. Начались взаимные измены. Ругались, дрались, пили вместе и поодиночке. Я был свидетелем, когда господин Чурбанов Галю Брежневу в Лыскуты вынимал из ресторана Домкина с Васильевской улицы. Чурбанов тоже не отставал и порой пил до такого состояния, что однажды упал, заснул на холоде и обморозил ноги. Почему, говорят, Юра стал больше пить? Может быть, отчасти и вот это вот ощущение, что Леонид Ильич все-таки не вечен, и что немного ему осталось. А что же дальше? Галина Леонидовна словно мстила, потерявшему к ней всякий интерес неверному мужу и увлеклась 33-летним артистом цыганского театра «Ромэн» Борисом Буряци. И он часто бывал с Галиной в этом ресторане Дома актера. Это было ее, как бы, их любимое место. Она вообще очень женщина была богемная. При мне, я помню, она сняла свои туфли красные, шикарные, и подарила официанке Рае, которая тогда говорит, какие у тебя туфельки, нравится, говорит, нам померь. Дает, потом кладет их на строк, говорит, дарю. И босиком ушла. Роман Брежнева и Буряци не был секретом не только для столичной богемы, но даже для столичного ГАИ. Чем негласный фаворит Галины Леонидовны беззастенчиво пользовался. Ее подруга Виктория Лазич однажды лично была свидетелем, как Буряци развернулся через две сплошные на глазах автоинспектора. Но самое ужасное, что ему представитель ГАИ отдавал честь, молча улыбался. И когда мы ехали дальше, он так очень забавно говорил, чурбановцы честь отдают. Он еще ерничал в это дело. Его было-то очень забавно. Каково было Чурбанову знать, что его генерал-полковника МВД без пяти минут министра выставляли в неприглядном свете? И как мне рассказывали, он даже к Леониду Ильичу пришел, дескать, вот что делать. Леонид Ильич сказал, ты мужик, ты должен решать и наводить порядок в своей семье. Молва приписывала Брежневой не просто интрижку с Борисом Буряци. Поговаривали, что дочь генерального секретаря на пару с ним занимается спекуляцией ювелирными украшениями и даже связана с бриллиантовой мафией. В начале 80-х в Москве произошла серия резонансных ограблений. Из квартир вдовы писателя Алексея Толстого, дрессировщицы Ирины Бугримовой и актрисы Зои Федоровой были похищены редкие и баснословно дорогие ювелирные украшения. Федорову во время ограбления застрелили. Убийство Зои Федоровой не раскрыто до сих пор. За ограбление вдовы Толстого посадили группу одесских контрабандистов. А вот кража в доме Бугримовой дала повод, наконец, задержать Бориса, как его называли, бриллиантыча, куряться. Его имя назвал курьер, пытавшийся вывести драгоценности из страны. И тут уж Чурбанов сделал все, чтобы любовник его жены оказался за решеткой. Правда, доказать причастность Буряца к ограблению не смогли. Его посадили на семь лет за спекуляцию дубленками. Расставание со своим фаворитом, случившееся при непосредственном участии Чурбанова, Галина Леонидовна пережила тяжело. Стала искать утешение там, где было проще всего. В еще более шумных гулянках и еще большем количестве алкоголя. Вот как она пила. Она же пила невероятно. Ее видеть в Яне было невозможно. Она орала песни, могла сорвать скатерть. Это что-то было за грани. Юрий Михайлович тоже не смог не поддаться многочисленным искушениям, окружавшим зятя прежнего. Мерседес, подаренный тестем, был безделушкой на фоне открывшихся перспектив. Заискивания и подобострасти было больше, чем достаточно. И даже какой-то боязни. Каждая служебная командировка Чурбанова в Союзной Республике сопровождалась многочисленными подношениями. Когда приезжаешь в Восточные Республики, обязательно начинаются подарки. Причем они действовали очень хитро, местная власть. Они предупреждали. Юрий Михайлович, понимаете, у нас вековая традиция. Это будет, может быть, ну, все, незабываемая обида до конца жизни у человека, если вы откажетесь. И приходилось принимать. Он понимал, что на грани, на грани. Чурбанов не ошибался. Довольно скоро ему припомнят эти подношения. Прощание с Брежневым оказалось и прощанием с прошлым образом жизни для всех членов его семьи. Чурбанов не был исключением. Наоборот, он, как никто другой, будет вынужден сполна за все расплатиться. Генеральным секретарем избрали Юрия Андропова. Он был уже тяжело болен, понимал, что времени у него мало и решительно взялся за то, к чему много лет готовился, будучи председателем КГБ. Чистки, погрязшие в воровстве, кумовстве и коррупции номенклатуры. Андропов сосредоточил в своих руках огромный массив информации о всех членах Политбюро, кандидатах в членах Политбюро, ну, в общем, практически о всей верхушке. На каждого была папочка. За 15 месяцев Андропов сменил 18 союзных министров, 37 первых секретарей обкомов партии. Но первой жертвой Андропова стал его давний соперник Николай Щелоков. И двух недель не прошло, как новый генсек отправил главного милиционера в отставку. Формальным поводом увольнения стали многочисленные злоупотребления в министерстве, которые вскрылись во время расследования убийства Наждановской. Вечером 26 декабря 1980 года линейный наряд милиции на конечной станции метро Ждановская, сейчас это станция Выхина, обнаружил в вагоне заснувшего подвыпившего мужчину Вячеслава Афанасьева. При себе у него в портфеле были водка, коньяк, несколько банок, консервов и копченая колбаса. Очевидно, из продуктового набора, который тогда выдавали к празднику. Позарившись на дефицит, милиционеры, которые тоже оказались нетрезвыми, доставили мужчину в отделение. Афанасьев пытался урезонить служителей закона и даже предъявил удостоверение майора КГБ. Это была роковая ошибка. Сотрудникам милиции категорически запрещалось задерживать комитетчиков, как называли работников КГБ. А уж избиение чекиста грозило колоссальными неприятностями. Милиционеры сначала отпустили Афанасьева, потом перепугались, догнали, снова задержали, забили его насмерть, а тело вывезли на служебной Волге и выбросили в окрестностях подмосковного поселка Пихорка. И это как бы за основу было взято, что Щелоков, имея большой авторитет, распустил милицию, и они вот позволяют себе такие вещи. Четырех причастных к убийству майора КГБ Афанасьева милиционеров приговорили к расстрелу. А само дело стало для Комитета госбезопасности поводом начать масштабную кампанию по расследованию преступлений, совершенных московской милицией. Ну и поскольку Брежнев ушел, Андропов стал генеральным секретарем, естественно, КГБ пожрало МВД, а пожирать надо было с головы. После смерти Брежнева защищать Щелокова стало некому. Он не просто был отправлен в отставку. Бывшему министру припомнили и прежний роскошный образ жизни, который он вел. Его супруга вместе с дочерью Брежнева Галиной якобы участвовала в махинациях с бриллиантами. На волне антикоррупционной борьбы власти могли потянуть и за эту ниточку. Светлана Щелокова покончила с собой. Николая Анисимовича вывели из состава ЦК, лишили звания генерала и государственных наград. Когда Николай Анисимович получил звонок о том, что он должен и медали свои отдать, он сказал, приезжайте за наградами. Одел китель, написал посмертные записки, застрелился из ружья, как мужчина. Неприглядные факты о положении дел в милиции, казалось, должны были бросить тень и на Юрия Чурбанова. Но удивительным образом его никак не задела эта история. Более того, при новом генеральном секретаре он высокую должность сохранил. Пока я жив, вас никто не тронет, пообещал ему Андропов. То ли он не хотел преследовать членов некогда первой семьи государства, то ли их действительно связывали доверительные отношения. Гроб с телом Юрия Владимировича Андропова выносят из колонного зала и устанавливают на артиллерийский лафет. С каждым новым кругом гонок на лафете позиции зятя Брежнева слабели. Перестало биться сердце Константина Устиновича Черненко. Шаткость положения Чурбанова понимала и супруга. Галина Брежнева просила мужа уехать куда-нибудь подальше из Москвы на какую-нибудь административно-партийную должность. Но он отмахивался. Кому я нужен? Как сильно ошибался в тот момент Чурбанов. Сперва его сняли с должности, перевели в управление внутренних войск. Летом 1986 года 50-летнего Юрия Михайловича выпроводили на пенсию. Но это был еще далеко не конец. Набирало обороты громкое хлопковое дело против правящей верхушки Узбекистана. Казалось бы, при чем здесь Чурбанов? Но самым известным осужденным стал именно он. Расследование широко освещалось в прессе. Масштабы вскрытых хищений потрясли всю страну. В Узбекистане буквально растворились 4 миллиарда рублей, полученные за хлопок, который республика на самом деле не вырастила. В ходе допросов милицейского начальства Узбекистана и всплыла фамилия Юрия Чурбанова, которому во время командировок местные генералы якобы делали щедрые подарки. Все хотели отметиться, и всем надо было обязательно перед ним как-то показаться, оставить все, чтобы он был заметен. Чурбанова поместили в следственный изолятор Лефорнива. Его дачу буквально перевернули вверх дном. Квартиру обыскивали в присутствии Галины Брежневой. Пораженная происходящим, она за несколько часов следственных действий успела изрядно выпить. Однако никаких несметных сокровищ ни в квартире, ни на даче не нашли. Обвинение против Чурбанова было построено на показаниях министра внутренних дел Узбекистана Хайдара Ехьяева и на признательных показаниях самого Юрия Михайловича, которые он дал под давлением следователей Тельмана Гделяна и Николая Иванова. Если не дашь нужные следствия, а точнее следственные группы Гделяна и Иванова, признательные показания, которые им нужны, кто тебя ждет или как они выражаются, они выражались. Тебе намажут лоб зеленкой, это означает исполнение высшей меры наказания. Я его тоже спросил, как-то выпивая, я говорю, а у тебя не было желания тоже, как свой шеф застрелиться? Он говорит, Андрей, ты знаешь, это честно было. Но, говорит, просто они меня слишком быстро взяли. Три месяца заседания военной коллегии Верховного суда СССР проходили при полном зале. Еще недавно нельзя было себе представить, что первый заместитель министра, генерал-полковник, депутат Верховного совета, кандидат в члены ЦК КПСС и, наконец, зять самого Брежнева, окажется на скамье подсудимых. Военные коллегии Верховного суда СССР в открытом судебном заседании рассмотрели уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра внутренних дел СССР Тюрбанова. Но амбициозность следствия разбилась, а не предвзятость суда. Из многочисленных эпизодов незаконного обогащения и взяток якобы на полтора миллиона рублей остались всего три. Подаренные халат и тюбетейка с золотым шитьем, кофейный сервиз и взятка в 90 тысяч. Чурбанову дали 12 лет. Незаслуженно мало возмущались многие. Мы обезвредили Чурбанова. И те доказательства, которые собраны, и те факты, которые у вас имелись, было достаточно, чтобы спокойненько приговорить его к высшей мере наказания. Солит генерал-полковник, взятие Брежнева. Как потом расскажет сам Чурбанов, решение пристегнуть его к хлопковому делу принималось едва ли не на уровне политбюро из санкции Михаила Горбачева. Новому руководству страны было необходимо не просто дистанцироваться от предшественников, а демонстративно обозначить разрыв с прежней жизнью. Чурбанов подходил для этого лучше всего. Он стал персональным воплощением всех негативных аспектов брежневской эпохи. Кроме того, его было не жалко. Для элиты он так и остался выскочкой и чужаком. Была попытка развенчать целую эпоху, и он очень идеально подходил в качестве демонстрации всех негативных процессов, которые, как считалось, происходили при покойном тогда уже Брежневе. Галина Брежнева в колонии мужа ни разу не навестила. Вскоре после суда и вовсе с ним развелась. Зэка Горбачева, как иногда называли Чурбанова, подчеркивая политический характер его дела, помилует Ельцин. Я этим делом занимался. Говорил Борису Николаевичу Ельцину. Он интерес не проявил. Да делайте, как хотите там. По справедливости делайте. Он примерно так сказал. Получилось, по справедливости Юрий Чурбанов провел в заключении 6 лет. Два года под следствием в СИЗО и 4 в колонии. Вышел на свободу в 1993-м, уже совсем в другой стране. Ничего, кроме спортивного костюма и сумки со скромным скарбом у него не было. Пока он был на зоне Галя, практически продала всю его форму. Он приехал даже в небо, что было одеться. Как приехал в спортивном костюме со своей овчаркой, которую он взял с щенком в кочегарке, где он последний год работал. Некоторое время Юрий Михайлович жил у сестры, потом женился на Людмиле Кузнецовой, с которой познакомился еще в молодости. Немногочисленные оставшиеся друзья помогли устроиться на работу начальником службы безопасности в крупной цементной компании. Пытался добиться реабилитации, но безуспешно. Жизнь прожить не поле перейти. В отличие от Галины Брежневой, скончавшейся в психиатрической больнице, Юрий Михайлович Чурбанов умер, когда рядом с ним был любящий его человек. Последние годы жизни из-за двух перенесенных инсультов он практически не вставал с постели. Лишенный всех наград и званий, Юрий Чурбанов смог вернуть себе один генеральский китель, сохраненный кем-то из немногих не отвернувшихся от него друзей. Чурбанов до конца жизни не признавал свою вину во взяточничестве. Мол, незачем было брать. Зарплату получал выше, чем у Брежнева. Одно бесспорное не требует доказательств, он с удовольствием стал частью власти, не усмотрительно забыв, что упасть с Олимпа проще, чем на него забраться. И что вчерашние всемогущие фамилии и высокие звания могут в одночасье превратиться в прах. Подбой кремлевских курантов, знаменующих начало новой эпохи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok